МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы они платили деньги в бюджет. А вот вопрос, нам надо, чтобы бюджет России пополнялся, ну, извините, благодаря примитиву и дуре. Давайте сначала посмотрим на Лерчика. Всем привет! Всем привет! С вами Лерчик Ченнел и ваша и наша любимая рубрика Челленджей. Такие ролики наши набирают 200 тысяч просмотров. Помогите нам вылезти в топы с этим роликом. Давай ты будешь это делать. Тебе пойдет. О, они чуть-чуть влажные, мне кажется. Ты чувствуешь? Я чуть переживал, вспотел. Сейчас я тебя накажу девочкой. Давай. Зынь-зынь. Да прям ешь. Нет! Почему ты мне всегда... Чтобы в рот вообще залезла. Умелый рот. Что удивительно, у этой интеллектуальной пары 10 миллионов подписчиков. И баснословные заработки одних налогов, по версии следствия, вытаили на 30 с лишним миллионов рублей. Ну, вот дурью маются, а деньги получают. Ну, конечно, нет. Не будем мазать всех одной краской. Не все блогеры такие. Есть те, кто ведет себя серьезно и тоже серьезный заработок имеет. Как стать миллионером? Какие шаги реально помогают увеличивать свой заработок? Меня зовут Саша Митрошина. Я бывшая журналистка, нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь веду этот подкаст. Начнем с первой фишки. Первая фишка заключается в том, чтобы четко разделять софт-скиллы и хард-скиллы. Я недавно проводила Каздевы, я созванивалась со своими подписчиками, и всем я задавала вопрос. Слышали ли вы что-либо о софт-скиллах? Большая часть людей не слышала. Поэтому давайте я вам расскажу. Есть такое понятие, как хард-скиллы — это твердые навыки. Например, программист сидит, пишет код. Вот он умеет писать код. Фотограф делает фотографии. То есть какой-то твердый конкретный навык. Вот человек умеет что-то делать. Я умею снимать сторис, например. Что-то мы создаем. Какой-то продукт, который можно посмотреть. Вот прям результат работы можно посмотреть. Можно проверить результаты этой работы. И можно увидеть, что конкретно человек делал. Но кроме хард-скиллов есть еще такое понятие, как софт-скиллы. Или, иначе говоря, мягкие навыки. Это уметь взаимодействовать с людьми. Это понимать, как решать конфликты. Как в них входить, как из них выходить. Это уметь ставить перед собой цели. Строить стратегию. Это одаренная девушка, которая, конечно, тоже сразу производит впечатление радиоведущей и бизнесмена. Вот, в отличие от нас, тоже получает несусветные деньги. Ну и хотя Следственный комитет против нее возбудил дело за уклонение от уплат налогов, она уже анонсирует в соцсетях новый курс. 1 апреля в Дубае проведет трансформационный форум-тренинг, который она сама вот называла матерным словом с подзаголовком. «Победи страх ошибки и забери свой масштаб». Билеты от 30 тысяч до 110 тысяч. Кто 110 заплатит, у того, значит, будут все выступления в записи этих спикеров. Два кофе-брейка, обед, также бранчо-разбор с самой Александрой Митрошиной. Уважаемые зрители, какие чувства у вас вызывает эта публика? Что вообще думаете о таком миропорядке, который позволяет таким персонажам добиваться успеха? А у нас в студии Игорь Романов, кандидат психологических наук, директор по коммуникациям РГСУ. Игорь Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, я еще раз напомню, что в отношении вот этих дам возбуждены уголовные дела, и, наверное, государство, конечно, правильно делает, что, так сказать, поставило их на счетчик, заставляет платить налоги. Вопрос, во-первых, ну, как сказать, в брезгливости, да, вот они же таким делом занимаются, и этим пополнять, за счет этого пополнять казну. И вообще, как к этому относиться, как к сфере экономики или как к социально опасному явлению, как вы думаете? А к чему этому? К этому блогерству, к этому так называемому коучингу, понимаете, к этой дуре, так сказать, в блогах. Вот я бы не мазал все одной краской, потому что мы сейчас говорим, вот это блогерство, блогинг, блогеры и так далее. А что полезное что-то было сейчас? Нет, блогеры – это вот не только Митрошина, и не только Лерчик, и не только, не побоюсь этого слова, Блиновская. Потому что, ну, сами по себе блогеры – это, в общем, вполне, так сказать, нормальная, уважаемая профессия, да, то есть это практически журналисты. Но миллионы просмотров получают Лерчики, понимаете? Вот в чем проблема-то. Так давайте не смешивать Лерчиков и тех блогеров, которых мы с удовольствием читаем. Они дают независимые новости, да, они интересно пишут, интересно снимают. Они тоже зарабатывают, в общем, приличные деньги, хотя и не те миллиарды, которые, про которые мы сейчас слышим. Да, потому что, если у него действительно блог с большим количеством подписчиков, которых интересует классный контент, который он делает, да, ну, почему бы не монетизировать это там с точки зрения рекламы? Ну, как делает любое там телевидение, ваше, кстати, телевидение тоже самое делает. Мы, кстати, не зарабатываем деньги рекламы, да. Мы не коммерческий телеканал, даю короткую справку, как, кстати, и канал Культура, который, да, занимается культурой. Понимаете, ну, дело вот в чем, дело в том, что, понимаете, лайки набирают все равно эти, да, мы сейчас вот подгружают у нас коллеги ролик с госпожой Ивлеевой, какие там, какие вопросы ей задавали. А вот есть ролик, да, давайте сейчас посмотрим. Кстати, самая популярная, одна из самых популярных блогерш у нас. В каком веке правил Петр Первый? А, так, ну давай, пройдем, 16-й. Ну, чуть-чуть. 18-й. 18-й. Почти. Какая была фамилия у Петра Первого? Рюрикович. Это вопрос на логику. Нет, Романов. Я сразу сказала, ко мне вообще претензий не должно быть. Так, давай попроще. Кто написал роман «Отсидеть»? Колстой. Ну, блин, да это? Тургенев, ну, блин, ну, это очень. Слушай, ну, я могу этого не знать, это нормально, мне это не мешает жить и зарабатывать деньги. Согласен, вообще. Чем знаменита фамилия Джугашвили? Без понятия. Сталин. Это Сталин, конечно. Господи, какой скринж. Еще одно твое увлечение. Кем был Георгий Товстоногов? Сто очень знакомым. Писателем? Так, хорошо. Театральным режиссером, неважно, сейчас где-то перевернулся Богомолов. Так, финал. Ты это знаешь точно. Переведи на английский известную строчку. Давай, вот это я могу. Это прям точно. Давай, давай, давай. Настя, мы верим в тебя. Быть или не быть? Be or not be. Игорь Владимирович, только что мы с вами наблюдали диалог с одной из самых популярных и хорошо зарабатывающих блогерш в нашей стране. И не надо говорить о том, что все подписаны на Спивакова, понимаете? Все, так сказать, следят за судьбами, так сказать, писателей великих наших, современных, там, например. Вот и так далее. То есть, ну, проблема-то есть? Проблема, по сути, отражает все-таки еще и, так сказать, ситуацию с целевой аудиторией. Потому что какая-то часть подписана и на Спивакова, какая-то часть подписана на тех блогеров, которые сейчас активно отрабатывают социальную повестку, общественную повестку. Они тоже блогеры. Они тоже, так сказать, дают, там, в свою очередь, качественный контент. Просто, если брать вот этих, с позволения сказать, девочек, да, они же зарабатывают, по большому счету, не на том, что они ведут свой блог, да, и дают какой-то нормальный контент людям. Они зарабатывают на распродажах, они зарабатывают на лотереях. А нам важно понимать сейчас, как они зарабатывают. Мне кажется, мы хотим разобраться, почему такое популярно, почему такому аплодируют, почему ставят лайки. Мы не боимся за, не знаю, там, наших детей, там, я не знаю, за какое-то наше будущее. Нам не стыдно, когда мы это смотрим? Наверное, стыдно, нет? Ну, нам, безусловно, стыдно. Просто это явление нужно правильно назвать, потому что это точно не блогерство, потому что это вообще про другое. Дураковаляние, да? Дураковаляние. Распродажи в эфире. Дилетанство. Дилетанство. Массовые лотереи, которые всегда, собственно говоря, там, в пирамиды превращались. И так далее, и так далее, и так далее. Это такое, знаете, если МММ, то куда более вредные, потому что там, как говорится, так сказать, первые воспользовались, да, и вышли в плюс, да, а остальные пошли за, и оказались, извините, в дураках. У нас есть звонок Наталья Краснодарский район. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Знаете, так приятно, что вы подняли такую тему. Давно смотрю ваши передачи, но такой же вот трепещущей схемы еще не было. Вот я считаю, может, это мое субъективное мнение, вот эти вот блогеры, это вот ягодки нашей реформы в средней школе, высшие, в средней специальной. Посмотрите, что выходит. Не специалисты, врач, который сидит в поликлинике, каждые пять лет должен пойти экзамены сдать, получить сертификат. А это непонятно, как в школе учился, двойки, тройки и нули. Учат всю страну, как работать, как деньги зарабатывать, как... Ну, это просто вообще безобразие, вы понимаете, безобразие. Неграмотные, неквалифицированные, вот эти Дани Милохины в кавычках, учат всю страну. И как они издеваются и потешаются над нами. Налоги не платим, лопасти говорим, а вы дурачки. Наталья, а как вы думаете, почему и в какой момент пришла эта мода на глупость? Ведь в какой-то, ну, мы жили в то время, когда развивались, скажем так. В то время, когда сморозить глупость, это было стыдно. А они даже этим как-то упиваются, бравируют, что ли? А потому что сами неграмотные. Неграмотные, я же говорю, все идет после реформ в школе. Посмотрите, какое подрастающее поколение. Да, спасибо, спасибо, Наталья, спасибо большое. У нас сейчас есть возможность еще параллельно подключить к нашей беседе Василия Колташова. Это руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового Общества. Василий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Тот же самый вопрос к вам, что и к Игорю Владимировичу. Как относиться к этому явлению, блогерству, дураковалянию, значит, дилетантизму в интернете? Как к сфере экономики или как к социально опасному явлению? Ну, это не совсем отрасль экономики. Хотя это, конечно, становится отраслью экономики. Но ведь почему это так? Почему запрос не на содержательный и интересный, и поднимающий человека над собой продукт, поднимающий и в профессиональном плане, и в культурном, и делающий в его жизни интереснее, богаче культурно прежде всего. А именно вот такой примитив. В чем причина? Причина состоит в том, что культура, если ее специально не поддерживать в современном обществе, падает. То есть, если государство не будет поддерживать через новую образовательную политику просветительскую какую-то линию, не будет поднимать уровень исторического знания, культурного знания, экономического знания, настоящего, я не имею в виду борьбу с финансовой безграмотностью, которая дала рекордное количество мошенничеств в этом году, успешных, экономических, вот тогда мы получим людей, которые скажут, боже, какая глупость, нам это не нужно. Ведь обратите внимание, что очень много молодых людей на это реагирует. И с точки зрения той реформы, той идеологии реформы образования, и школьного, и послешкольного, это полный успех. Это признание полного успеха реформы. То есть, квалифицированный потребитель создан, потребитель этот с удовольствием потребляет, продукты разнообразные, вкуса у него особого нет, соответственно, он может потребить больше, больше разного, создается это разное легко, и потребляется тоже легко. В то время как нечто более сложное ему непонятно и не нужно, потому что он этого чужд, и он просто вообще не понимает, о чем идет речь. Вот мы привыкли смеяться над американцами, ну, старшее поколение, да и мое поколение, тоже привыкли смеяться, боже, какие американцы, продукты американской школы, какие неразумные, ничего не знают, не могут найти на карте ни Россию, ни Мексику, ничего не могут найти, ну, вот как быть. Но дело в том, что у нас идут те же самые процессы. Рабочий класс идет в рай, в некотором смысле, да, причем этот поход в рай, перефразируя, ну, используя вот это название знаменитого итальянского фильма, 70-х еще годов, он состоит в том, что нужно больше потреблять, и потребление нужно, это материальное, нужно к этому стремиться, и когда появляются блогеры, которые говорят, что твои, там, какие-то недостатки, твое незнание чего-то, отсутствие у тебя вкуса, отсутствие у тебя там еще чего-то, да, важного, это все не помеха, чтобы процветать, то эти люди становятся необыкновенно популярными, потому что они повторяют ту самую концепцию, которую мы можем слышать почти во всех диснеевских мультфильмах. Будь собой. Не надо тут разбираться, что, как, зачем, почему, просто будь собой. И вот эти блоги говорят, будь собой, заноси нам деньги, смотри, мы тебе привносим какие ценности, какой пример тебе даем, ты должен быть таким же, и помни, что самое главное, это, там, наглость, и твое большое желание, твой большой аппетит к материальным материалам. У нас есть еще один звонок, да, уважаемые эксперты, дай сейчас еще зрителя послушаем. Бурятия, Константин, нам дозвонился, наш постоянный зритель, по-моему. Здравствуйте. Доброй ночи, добрый вечер, очень хорошая тема. Мне кажется, мы упускаем одну вещь. Смотрите, ведь проблема не в том, что есть такие персонажи там, они есть и будут везде. Проблема в том, что у них миллионы подписчиков. Проблема в том, что вот на это подписаться не стыдно. И сказать, что я вот фанат подписчиков вот этих, это нормально. Вот чем ужас. Такие были, есть и будут. Вопрос, они должны быть героями там и властительными дум или нет. И вот что для этого сделать, это, конечно, большой вопрос. Спасибо. Спасибо. А мы давайте ответим на этот вопрос. Сейчас мы еще подготовили одну подборочку. Буквально одна минута, посмотрим, что еще вот на самой популярной нашей российской платформе. Ну, специально не буду ее рекламировать. Вот всплывают просто автоматически такие ролики. Аня, она не знает, это ужас какой-то. Ну, вот что вот видно, вот что видно, напишите в комментариях. Когда девушка поднимает ногу, что у нее видно? Платье. Платье, подожди. Может, это пи***ь? Камон, это детская загадка. Ты че... Друзья, Аня, она не знает, это ужас какой-то. Ну... Всем привет, с вами Амкатюша и шоу Кости. Все новости блогеров за две минуты. Кореш и Акулич снова расстались. Об этом Аня рассказала на своем недавнем стриме. Девушка также уточнила, что они с Лешей слишком разные. И им было очень тяжело жить вместе. Ну, короче, чат, мы просто снова расстались. Мы сошлись, потому что скучали по друг другу. Нас что-то притягивало, но, типа... Ну, это ничего не поменяло нам изначально... Ну, как изначально было, так и осталось просто вместе тяжело жить. Просто мы очень разные люди. Чего ты стесняешься? Я украла жвачки Сашана, и меня отвезли в полицию. Сколько должен зарабатывать твой будущий муж? Ну, где-то примерно 250 тысяч. А ты сколько должна? Ну, если у меня не будет мужа, то я должна зарабатывать где-то 450. А почему такие большие требования от мужа будущего? Потому что я родилась в семье такой, где меня обеспечивают по полной. Я повторю вопрос нашего зрителя. Почему такое популярно? Почему у этого миллионы подписчиков? Ну, во-первых, потому что всегда было приятно смотреть на идиотов, которые глупее тебя. Потому что чем идиотней перед тобой на экране человек, тем все-таки умнее ты себя начинаешь чувствовать. Простите, но вы же сейчас не про себя говорите? Вы же не любите смотреть на идиотов? И это не повышает вашу самооценку? Нет, я не люблю смотреть на идиотов. Вот, я тоже не люблю. Василий Георгиевич тоже смеется. Мне кажется, он тоже не любит смотреть на идиотов. Я люблю. Да, серьезно? А что мне осталось? Я бы с ума сошел, если бы я не любил бы это. Вы сейчас серьезно? То есть это ваши ролики, да? Кинокомедии, конечно, я смотрю. Я люблю кинокомедии, поэтому смотреть на идиотов приходится. Ага. Так, а почему такое популярное? Я не согласен с тем, что вы говорите. Во-первых, во всех этих персонажах видна самоуверенность. То есть они ведут себя уверенно, легко, расслабленно. И это дает некий ответ тем людям, которые пребывают в напряжении, которые не знают, как им разобраться со своей жизненной ситуацией. И они начинают копировать модели поведения просто на том основании, что здесь эти люди расслаблены. Я не согласен, что они считают тех, кого они созерцают вот в этих роликах, глупее себя. Нет. Они, понимаете, они считают их на своем уровне. Вот какие-нибудь более умные блогеры, им неинтересны. Запрос на более качественных блогеров появится только тогда, когда культурный уровень перестанет падать и начнет немножко подниматься. Отчасти это связано со специальной военной операцией, когда резко произошло повышение интереса к происходящему во внешней политике, военных действиях. И моментально вышли вперед целый ряд блогеров с этой тематикой. Ну да, но тем не менее, я лично думал, что таких станет меньше. Я многого не знал. Я сегодня, извините, конечно, у меня уже голова сегодня работает не так, под влиянием подготовки к эфиру, уж простите. Но смотреть это невозможно. Спасибо большое, Василий Георгиевич. Спасибо, Василий Калташов, руководитель Центра Полиэкономических исследований Института Нового Общества. А что получается, Игорь Владимирович, следует тому, что Василий Георгиевич сказал? То есть получается, что эта проблема какая-то психологическая, она не в морально-нравственной плоскости, а в какой-то психологической, просто вот людям там не хватает какой-то уверенности. Вот другие люди, пусть они, ну, не образованные, не очень культурные, но они зато такие вот уверенные в себе, и вот они вот как-то вот чем-то заряжают. Вы как на это смотрите? Ну, во-первых, тут вопрос, мне кажется, даже не в уверенности. Потому что мы имеем перед собой, и тотально масса имеют перед собой эталон успеха. Вот они реально воспринимают это как эталон успеха. Та же Лерчик, предположим, да? Что говорит среднестатистический человек, который подписывается, да, который не подписывается и возмущается, это другой вопрос. Он говорит, смотрите, обычная девочка, да, из глубинки приехала, организовала себе прекрасную семью, начала нормально зарабатывать, начала нормально зарабатывать вместе с мужем, вытащила его там. Наверное, в ней что-то есть, говорит. Может быть, нам нужно чему-то научиться. Вот, вы знаете, вот здесь я с вами совсем соглашусь, потому что как только мы начинаем обсуждать вот эти детали, искать что-то, выискивать что-то хорошее, вместо того, что просто выключить, сказать, нет, дурь, смотреть не буду, мы начинаем, понимаете, к этому привыкать, стогонечный синдром возникает, да, и мы начинаем обсуждать, так сказать, подробности, да, 50 оттенков этого серого. А еще большая проблема в том, что у нас есть большой разрыв между отцами и детьми, потому что дети сейчас реально, выйдя в интернет, могут заработать, ничего не умея, ничего не зная, ни историю, ни экономику, и не, и не, и не. Зная понаслышке о том, что есть мягкие навыки и жесткие навыки, и подавая это как великую вообще, великую истину, после которой ты должен заработать миллион, да. Они могут выходить и действительно зарабатывать какие-то там серьезные деньги. И наши дети реально смотрят на это и говорят, слушайте, нам не надо учиться у родителей, нам вообще не надо учиться в высшей школе, зачем? Не, ну объясните, пожалуйста, вот это тоже такой дискуссионный вопрос, да, вот мы там с коллегами сегодня смотрели эти ролики, мы поняли, что эти люди зарабатывают просто больше, чем, понимаете, весь УТР вместе взятый, да. Совершенно верно. Вот, но есть, понимаете, есть люди, которые, как сказать, они понимают, что они чего-то не знают, им надо еще учиться, да. Вот я, например, я не готов никого учить там телевизионному мастерству, я считаю, самому еще надо много учиться, да. Вот, но есть те, которые, видите, вот они это берут и делают, понимаете, вот здесь, получается, нахрапом они это себе, так сказать, приобретают, да, находят каких-то, извините, дураков, которые на них подписываются, да, и что мы дальше-то имеем? Вот что, понимаете? Самый главный вопрос, что эта профанация начинает множиться. Не просто множиться, она начинает становиться идеологией поколения, потому что, ну вот посмотрите, какие книжки там в сегменте саморазвития становятся самыми популярными, да, там, не ссы, иди туда, где страшно, да, иди туда, где трудно, не думай, просто хватайся и делай. Никто же не говорит, серьезно учись, да, там, планируй карьеру, там, попытайся разобраться в себе. Попытайся поставить какие-то там стратегические задачи. Это вообще слова, которые пугают. Собственно, почему вообще, в какой момент кто-то решил, что можно стать, я не знаю, специалистом вырасти за один день? Ну как? Ну да. Ты хочешь, так сказать, добиться каких-то результатов, не знаю, стать профессором, академиком, извините, не блогером, ну хотя даже, наверное, блогером, да, если с хорошей точки зрения, как вы на это смотрите, да, вот, относиться, то для этого тоже требуется время. Антонина из Рязани нам звонит. Здравствуйте, Антонина. Здравствуйте. Я хочу сказать, что нашей молодежи негде учиться культуре, потому что эстрада наша, ну извините, очень пошлая, хвалится своими нарядами многомиллионными, ведь это же, ну, несчастье самое настоящее. Посмотрите, какие стали у нас театры. Совершенно, почему-то художники есть в театре, но нет оформления, как соответствует той эпохи, в которую стали. То голые стены, то, если пошла на Соскова, там бегают в галошах, ну, я не знаю, откуда действительно учиться культуре. Да, спасибо, Антонина, спасибо. Дело даже, может быть, и не в массовой культуре, хотя и в ней тоже, конечно, да, потому что возвеличены там эти самые рэперы какие-то, то есть я тоже удивился, а зачем нам их столько, а мы видели, как они выглядят, а что они несут, там, извините, там один мат-перемат, так уж если, да, вот. А с другой стороны вопрос к родителям, родители как-то влияют на культурный выбор, вообще, родители могут повлиять на культурный выбор своих детей? Родители могут, но, во-первых, надо начинать пораньше, честно говоря, потому что у нас огромное количество родителей просто опаздывают. То есть в начале, когда реально можно закладывать там что-то такое в ребенка, мы работаем, нам некогда, мы зарабатываем деньги, да, мы рассчитываем на то, что они как-нибудь сами все освоят, то есть среднестатистический родитель сейчас, ему уже удобнее как его, на тебе телефон в руки, да, и иди поиграйся, то есть нормальный ребенок, он уже не очень понимает, там, как книжку читать, потому что я помню, как, там, моя маленькая родственница, когда ей подарили просто бумажную книжку, она пришла зареванная, потому что она тыкает на картинку, и она не движется. То есть книжка сломалась, потому что она привыкла вообще, так сказать, вот уже к нажатию кнопочки. Зрители активно пишут, Александр из Курска, наша власть забила на воспитание молодежи и получила результат. Архангельск пишет, вот ваше будущее. Так, Красноярск, блогерство, обыкновенная пошлость, ну имеется топ-блогерство. Так, значит, надо убрать финансовую зависимость школ, государственной школы от рейтингов, чтобы учителя не съедали за адекватное оценение. Вообще, на самом деле, тут много обнаруживается разных проблем. Вы знаете, мы вот это все сейчас обсуждали, смотрели, но мне кажется, мы не должны забывать, что мы, в принципе, мы вот не страна вот этих вот персонажей, мы страна Достоевского, Толстого, Рахманинова, Блока. Слушайте, у нас столько всего. Почему, в какой момент и из-за чего вот это стало нормой? Самое страшное, знаете, что? Это мы сейчас считаем, что мы страна Достоевского, Рахманинова и, может быть, Толстого. Вопрос в том, чтобы вот то поколение, которое сейчас идет, молодое, да, чтобы оно об этом не забыло. Потому что мы реально сейчас имеем шанс через там 10 лет, 15 лет, да, когда они реально вырастут и вырастут вот на этом. Поколение Роулинг будет уже, да, Оруэлла. Ну, они сейчас, кстати, активно читают. Кто читает в метро, это обязательно будет Оруэлл, я заметил. Серьезно? Да. 1984, да, активно читают. Ну, видимо, это те, которые читают в метро. Ну да. Ну, это не очень большой процент. Лечиться как, Игорь Владимирович? У нас минута. Лечиться очень просто. На самом деле просто. Потому что нам нужно сейчас с тем поколением, которые максимально пытливо, максимально интересуются, дать ему тот контент, который ему подходит, но при этом он умный, ответственный, интересный. И не кивать на своих предшественников, которые жили 200 лет назад, да. Ты читаешь Толстого или ты там читаешь Достоевского. То есть вот сейчас надо честно сказать, что мы ответственны за то, что происходит. Не вот эти вот блогеры, которые там происходят, они виноваты, их надо сажать. Мы сейчас ответственны. За нами ответственность, да. И, соответственно, нам нужно честно разговаривать с этим поколением и говорить, ребята, что будет, если вы будете думать так, как думаете. И только что СМСка из Череповца пришла. Одни идиоты смотрят на других, только одни платят, а другие зарабатывают. На этом мы закончим. Спасибо большое. У нас в студии был Игорь Романов, кандидат в психологических наук, директор по коммуникациям РГСУ. Благодарю всех зрителей, кто нам писал, звонил сегодня. Жалко, что не все успели прочесть. Конечно же, прочитаем, но пока не в эфире. Наверное, уже про себя. Спасибо переводчикам жестового языка. Это Ольга Иванова, Светлана Елисеева. Меня зовут Константин Чуриков. Хороших выходных. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok